Поднять на ноги тяжелобольного ребенка не под силу даже самому влиятельному человеку в стране. Но вот дать указания отремонтировать дорогу или решить вопрос с отоплением во власти президента. И обычно такие указания исполняются в фантастически короткие сроки. Во время ежегодных пресс-конференций и прямых линий Владимиру Путину регулярно задают вопросы жителей Иркутской области о тех проблемах, что уже озвучены и о том, как они были решены, наш следующий материал. То, что проблемы на местном уровне не всегда хотят решать без вмешательства из Федерации, стало понятно еще в 2001-м. Тогда на прямую линию с президентом дозвонился шестиклассник из Усть-Кута. Жаловался на холод в квартире и школе. После обращения проблему решили, а мэр города ушел в отставку. Не так радикально все закончилось в другой истории. В 2017-м на прямую линию прорвалась молодая учительница из Шелехова. Жаловалась на маленькую зарплату. Это стало поводом для масштабных разбирательств, по итогу которых, правда, сделали вывод. Суммы преподавателю начисляли верные. Но через некоторое время зарплату Алене Стольцовой все-таки подняли. Ведь у нее увеличился стаж и появились надбавки за дополнительную нагрузку. Более глобальное изменение повлекло за собой обращение в том же году от жителя Альхона. Вступило в силу постановление об изменении границ водоохранной зоны. А вот со вторым вопросом процесс, пока затормозился, необходимые поручения по реконструкции местной дороги были даны. Началась некая работа, но на данный момент даже проектная документация не готова. Будем надеяться, чтобы и дальше двигать этот вопрос, не придется вновь звонить президенту. Алена Полоненко, новости по будням.